Здравствуйте! В эфире программа «Между тем». Меня зовут Владимир Добрицкий. Когда Запад объявил санкции против России, не я один, наверное, заметил в некоторых магазинах, кафе и ресторанах такие шуточные объявления, что, мол, президенту Соединенных Штатов вход воспрещен, или президенту Соединенных Штатов нельзя покупать в нашем магазине продукты. Это юмор, это замечательно, но вот когда Россия ответила санкциями Западу, этот юмор немножко поубавился, я бы так сказал об этом. Зато началась истерика по поводу того, как же мы будем жить теперь без устриц, пармезана или креветок, или кока-колы, что же будет. И эта истерика продолжается, и не только в средствах массовой информации, но и в социальных сетях, в интернете. Меня заинтересовало, на самом деле, действительно ли санкции Запада так страшны для нас, на что они могут повлиять, и нужен ли нам Запад для того, чтобы самих себя прокормить. Вот об этом, и, надеюсь, многом другом, мы сегодня в нашей программе будем говорить с доктором экономических наук, ведущим научным сотрудником Южного федерального университета, экспертом аналитического центра при правительстве России Натальей Николаевной Евченко. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте, Владимир. Очень приятно видеть вас. Ну вот я заговорил сейчас, в самом начале, о санкциях и о том, что поднялась в СМИ и в интернете вот такая истерика по поводу того, что все исчезнет с полок магазинов, потому что все у нас вроде бы импортное, да, и ничего не будет в холодильниках, соответственно, и так далее. Но ведь санкции, Наталья Николаевна, это же не только исчезновение с прилавков креветок, это же еще что-то. Вот давайте, как я всегда люблю говорить, начнем сначала. Что такое эти санкции и к чему они приведут? Санкции в отношениях между государствами или группами государств – это меры принуждения к чему-то, меры что-то сделать или чего-то не делать. И мои коллеги, зарубежные ученые, попытались проанализировать, какие же санкции вводили между собой страны на примере более чем 200 таких случаев после Второй мировой войны. Они задали вопрос, насколько эффективны санкции, как методика отношений между государствами и решения политических или экономических вопросов. И они, в принципе, общий вывод такой, что это неэффективная мера, поскольку только в 30 с небольшим процентом случаев они достигали своей цели, то есть санкции доводили до того, до той цели, которую ставили. И разделяя эти санкции по каким-то группам, например, они показали, что санкции что-то подправить в политике другого государства, например, они показывали эффект где-то в половине случаев. А вот если, например, они пытались какие-то вооруженные конфликты предотвратить, то эти санкции только в 20 с небольшим процентом случаев работали. То есть получается, что на самом деле вот эти бумеранги взаимных запретов, каких-то ограничений, угроз новых санкций – это просто скорее политические меры и скорее это попытка решить политические какие-то цели экономическими методами, поскольку они все находятся в каких-то экономических плоскостях. Ну вот, Аннателька, вы сказали только что, и это подтверждают ваши коллеги ученые зарубежные, что санкции как метод малоэффективны. А что же тогда происходит? Запад нам, мы, ах вы так, ему. Это такое, когда двое в песочнице играются, они говорят, вот давай я у тебя заберу, а я тебе не отдам. И так далее. Вот зачем же тогда это? Это механизмы, которые пытаются нанести максимальный экономический урон для того, чтобы изменить политику. То есть на самом деле, поскольку два государства, если они напрямую воевать не хотят, то остаются что им? Им остаются торговые войны. А торговые войны – это и есть набор каких-то мер взаимного воздействия. Эти меры могут быть самыми простыми, вот то, что мы видели у нас, по мере появления этих действий. Меры личного характера, то есть меры против какой-то группы лиц или группы компаний. Это могут быть меры, которые распространены, например, на какие-то сектора. То есть это уже более глубокие, например, на финансовый сектор, на оборонный сектор, на технологический сектор. И последняя, как бы уже третья, самая глубокая сфера – это торговые войны. То есть это прямой запрет на поставки товаров. То, что произошло, да? То, чем Россия на этом этапе ответила Западу, правильно? Вот к сегодняшнему моменту, на самом деле, мы видим, мы прошли уже все эти уровни за два с небольшим месяца, и мы видим, что мы вплотную к началу августа подошли к мерам торгового воздействия. Ну вот здесь тогда что мы видим? Во-первых, у меня такое ощущение тогда, что получается, знаете как, не знаю, подтвердите вы это или нет, как в той пословице, что бояре дерутся, у холопов чубы трещат, да? Вот что ожидать вот этой второй категории, да, из пословицы? Не боярам, конечно, у них-то они найдут какой-то выход наверняка. Вот мой знакомый, хороший, он сейчас живет за границей, в одной из социальных сетей, поднял панику, значит, говорит, мне присылают фотографии, вот из Ростова, Ростовской области, пустые полки, вообще ничего нет. Ну его начинают успокаивать, комментируют, дают так же ему, вот смотри, вот эта сеть, вот эта сеть продуктовая, все завалено, что ты переживаешь, все здесь у нас нормально. Но если что-то исчезло, то, может быть, чем-то это заменили отечественного производства сейчас, вот так как с рыбой. Вот я недавно разговаривал, да, норвежской семги там в одном супермаркете нет, но зато есть рыба другая, да, альтернативная, скажем. Но дело не в этом. Вот что я заметил, я не заметил пустых полок пока, во всяком случае, я тоже, как и любой из нас, хожу в магазин, да, и покупаю продукты. Заметил подорожание цен сразу. Где-то на рубль, где-то на пять, где-то на четыре, то есть не на 20, 30, 40, но тем не менее оно есть. И мне кажется, что есть тенденция, что оно будет продолжаться. Вот, пожалуйста, это то, что отразилось на нас, простых людях, которые ходят в магазины. А что еще? Ну, на самом деле механизмы внешней торговли – это механизмы устойчивых связей. То есть поставщики и потребители годами и очень тщательно выбирают себе поставщиков, устанавливают, заключают контракты, имеют какие-то определенные складские запасы. То есть на самом деле вот эта вот стабильность за последние два месяца, она была очень существенно нарушена. Это нестабильность, это как раз ситуация, когда производители могут с продавцами каким-то образом вступить в определенный союз и под шумок повысить цены, объясняя это изменением логистики. Потому что если, например, вы теряете поставщика, то нужен какой-то период времени для того, чтобы вам найти нового поставщика и заключить с ним свои контракты и поставлять. Но мне кажется, до сих пор вот эти проценты, на которые сейчас уже объявлено, что там подорожание рыбы, все это укладывается в единицы процента. Во-вторых, не может за такой короткий промежуток времени исчерпаться те запасы, которые фирмы, как правило, делают, они могут быть недели, это может быть даже до месяцев. То есть на сегодня нет никакой объективной причины для повышения цен. Но тем не менее повышение цен мы видим, и это по всей вероятности, наши торгово-проводящие сети и наши продавцы как раз-таки пытаются вот на этой ситуации, на этой панике просто поднять цену. Но это серьёзная вещь, поскольку понятно, что у нас при, например, 10-15% траты на продукты питания средней семьи на Западе в развитых странах, у нас эта доля далеко не такая маленькая, она где-то приближается к 25%. А если будут введены в полной мере санкции, мы действительно вынуждены будем замещать импорт в большом количестве, то есть прогнозы, что эта доля будет и до 40% в доходах семьи. Это очень существенно. Но я бы сказала, что этому очень слабо верится, и нет никаких оснований для того, чтобы так резко менялись цены. В первую очередь, потому что у нас доля импорта, продовольствия по очень ограниченному числу, и то, что говорят, что, например, 40% продовольствия мы закупаем за границей, это далеко не верные оценки, поскольку мы по многим продуктам питания обеспечиваем себя абсолютно полностью и существенную долю экспортируем. Вы имеете в виду сейчас Юг России или Россию в целом? В России в целом мы наблюдаем очень позитивную тенденцию. Она заключается в том, что если сравнить объемы экспорта и импорта по группе продовольствия, то мы видим, что, например, мы покупаем, конечно, больше продовольствия за рубежом и меньше экспортируем. Но вот это соотношение, оно имеет очень позитивную тенденцию, поскольку если в 2011 году, например, это было 4 раза, то есть мы в 4 раза больше закупали, чем сами продавали, то уже в 2012 году и в 2013 году это 2,4%. То есть очень существенное сокращение. Единственное, что по югу России, я посмотрела, безусловно, статистику, знаете, мы уникальный регион, то есть мы, во-первых, южные ворота таможенные, и мы уникальный регион с точки зрения того, что эта группа продовольствия стоит у нас глубоко на первом месте. Мы экспортируем в основном злаковые расти, злаки, и вот в 2013 году было вывезено на 6,8 миллиарда долларов. То есть это очень существенная сумма. Из них злаков на 4,4, это 17,2, там с небольшим миллионов тонн. То есть это существенный объём. Но если мы посмотрим на то, что мы завозим на юг России, во-первых, это существенно меньше по объёмам, и по тоннам 3,5 миллиона тонн, а по деньгам это 4,1 миллиарда. То есть соотношение показывает нам очень интересную тенденцию. Вывозим мы сырьё в основном, а завозим мы два типа товаров. Мы завозим то, что мы не производим здесь, и переработанную готовую продукцию. То есть у нас готовое импортозамещение. Но в российском экспорте, вот 43 миллиарда мы закупаем ежегодно, примерно на эту сумму, вот в 2013 году закупили. Четверть, 11 миллиардов долларов, это то, что мы вообще не можем произвести на территории России. У нас просто оно не растёт. Это цитрусовые, это чай, это какие-то кофе, редкие какие-то продукты. Да, уже речь не об устрицах, да? Да, да, да. То есть это, собственно говоря, то, что мы вообще не можем заместить на нашей территории. Таня Николаевна, ну, сложные впечатления от того, что вы рассказываете. Давайте сейчас посмотрим небольшой видеофрагмент. Это традиция нашей программы, мы это всегда делаем. Как мне кажется, он, этот фрагмент, касается, вы узнаете этот фильм, он касается нашей темы. И вот после того, как мы его посмотрим, попробуем обсудить то, что мы увидели. Давайте посмотрим. За каждую фузею платим мы иноземцам 12 целкового штука. Ого, охотяющий! Пожалуй, я возьмюсь, государь. За фузеи, колеплёвую цену берёшь, небось, что просить хочешь? Проси. Заводишь-ка на реке Нееве, что на Урал-горах. Отдай мне в наём, государь. Как же ты его починил, Демидыч? Ведь сам кухенрейтор делал. То не я, государь, то мой старшой, Акимфий. Молодец, мастер. Молодец. Благодарствую, государь. Как это? Ну, тот пистолетишко-то моей работы. А у кухенрейтора у него курочек был поломан и пружина. Для мастера это плёвое дело. А? Ну вот, Наталья Николаевна, вспомнили, да? Да. Этот замечательный фильм Демидовый о создателях-оружейниках наших, да? Ну, это было при царе Петре и достаточно давно. Вот это тоже самое импортное замещение, да? Да. Собственно говоря. Вот насколько это возможно сегодня, чтобы появился Демидов, Свиридов, Петров, Иванов и сказал бы, да, мы всё сделаем сами. Зачем они нам, эти иноземцы, да? Вот насколько сегодня у нас такова ситуация, что мы можем это сделать, раз мы говорим, что ой, да мы запросто справимся. Из каждого телеприёмника и радиоприёмника мы об этом слышим. Ничего не происходит, всё будет в порядке, справимся мы со всем. Вот сможем? Мы можем абсолютно чётко разделить вот производственный экспорт, да, и импорт, то есть то, что делается в производственной сфере, и сферу, например, продуктов питания. Если мы говорим о тех даже санкциях, которые сейчас введены и в наиболее чувствительных для России отраслях, это в нефтяной, газовую пока не трогают, но для нефтяной промышленности, вы понимаете, получается так, что те наши планы по добыче углеводородов, а понятно, что наш бюджет очень сильно, серьёзно зависит от экспорта нефти и газа. Технологии, например, которые нам поступают не только в виде каких-то чертежей, а это машины и оборудование в основном. То есть вот это очень серьёзно, если действительно будет наложен запрет, поскольку мы не можем одна страна в международном разделении труда выполнять абсолютно все функции. И вот две базовых вещи, их, в общем-то, никто не отменял. Это международное разделение труда и это конкуренция. То есть вот эти две вещи, которые позволяют странам занимать своё место. Вот у нас есть углеводороды, и мы получаем, кооперируя, создавая совместные предприятия с зарубежными фирмами, владеющими технологией, таким образом реализуем наше конкурентное преимущество. А что касается продовольствия, то тут, конечно, другая ситуация. Вот я могу привести такую интересную цифру, анализируя объёмы, например, использования технологий и новшеств инновационных в производстве, а у нас сейчас дисбаланс по технологиям минус 1 миллиард долларов в год. Это очень существенно. Что ещё бы? По отраслям на первом месте космическое, конечно же, ракетостроение, безусловно. У нас, по-моему, оно и не сходило с первого. То 90-95% инновационной технологии. Автомобиль конкурентный так и не создали, к сожалению. Зато космос освоили. Космос, химическая промышленность и так далее. А сельское хозяйство наше с 15% инноваций занимает совершенно последнее место. Но это совершенно не мешает пищевой промышленности замечательно перевооружиться за эти 20 лет. И если мы посмотрим по состоянию основных производственных фондов, то наша пищевая промышленность абсолютно прекрасно выглядит по сравнению с другими отраслями. Но проблема вот в чём. Для того, чтобы произвести, мы должны, например, у нас сейчас дисбаланс примерно, ну, если так посмотреть, в общем объёме, 7 миллиардов только по мясу. Долларов — это вот наш дисбаланс. Но, скажем, те же овощи, чтобы вырастить, на 1 миллиард поставки нам такие же инвестиции нужно сделать. То есть это существенные инвестиции. Это первое. А второе — да, мы вырастим этот урожай. И мы даже, может быть, его привезём откуда вместо польских яблок. У нас, к сожалению, нет инфраструктуры. У нас нет инфраструктуры по хранению в течение вот всего сезона, когда нет свежих. Например, после... Она была? Или мы её, так сказать, благополучно... Да? На самом деле она была и очень плохая. Мы все помним с вами, наверное, наши студенческие годы, овощебазы. То есть это была... Какая-то инфраструктура была. И, безусловно, сельское хозяйство вполне могло, вот если бы там был настоящий хозяин, построить эту инфраструктуру и сохранять. Из сельского хозяйства, видимо, только виноградарство имеет более или менее хорошие инфраструктурные объёмы по хранению. Вот свежий виноград мы свой можем получать даже зимой. А вот яблоки, груши. Мы на миллиард долларов завозим яблок и груш. Скажите, пожалуйста, неужели Юг России, неужели Краснодарский, Ставропольский край не может обеспечить эти объёмы? То есть мы завозим томаты, мы завозим лук, мы завозим морковь. Это у нас где-то 14-15% не хватает по объёму потребностей в нашей потребительской корзине. Сахар мы завозим. То есть сахарная свекла у нас замечательно растёт. То есть тут очень много вопросов по организации производства, по стимулированию производства и, самое главное, по технологиям. Вот, Наталья Николаевна, может быть, вы не согласитесь со мной, но пока я вижу только... Вот два примера вам приведу, да? Скажем, завод по производству Кока-Колы, который под Азовом был построен, нам в том числе и власть говорила о том, что это рабочие места, что это так замечательно, замечательно, что вот сейчас мы сможем... Но при этом тут же рядышком совсем по соседству тихо-тихо-тихо-тихо уничтожили детское питание, да, Азовское, которое там было, и так далее. Чем оно было плохо? Ну вот, Кока-Кола, она получилась поважнее. Несколько лет назад магазин, большой супермаркет в Семикаракорском районе, кстати, находящийся напротив администрации, насколько я помню, Семикаракорского района, известный сыр в Семикаракорске с казачком такой. Мы выходим из машины, я говорю, давай возьмем что-нибудь себе поесть, мы там снимали какой-то сюжет, уже сейчас не помню, заходим, что-то берем, 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 я говорю, а ваш сыр вот этот вот, у нас нету его. Я говорю, как, в Семикаракорске нет Семикаракорского сыра? И она так, потихонечку-потихонечку, кассир от меня, значит, не приставайте, да, потом я узнаю, что и с ним там, с этим заводом какие-то, так сказать, происходят. Вот пока только так. И меня это очень, честно говоря, пугает, если говорить простым, банальным таким языком. Вы знаете, тут относительно первого примера, все-таки мне кажется, что уход с рынка завода по производству детского питания, это был не с приходом Кока-Колы здесь. Может быть, связь не так. Не было это, безусловно, поскольку там, насколько я понимаю, были проблемы маркетинга и вообще отсутствие проблемы с водой, поскольку и с сырьем, судя по всему, поскольку это абсолютно специфический рынок и более того, его занимают очень мощные фермы с большим потенциалом и с инновационными исследованиями и с огромной поддержкой рекламной. То есть это же очень специфический рынок. А вот что касается Кока-Колы и некоторых других компаний, они пришли сюда и у нас были локализованы в том числе с расчетом на рынок Украины. То есть очень много компаний, которые здесь у нас по Ростовской области вот где-то близко в 60 километрах, они специально даже заявляли в своих инвестиционных планах, что мы создаем здесь наше импортозамещающее производство. Так, например, там было создано производство банки. То есть тут две конкурирующих компании были и все-таки это было сделано на рынок, в том числе с расчетом на рынок Украины. Я думаю, это все равно будет работать рано или поздно. А что касается сыров, у нас очень большая конкуренция, даже у наших местных производителей, поскольку молоко и молочка это очень сложная проблема, она связана в том числе и с животноводством как таковым. У нас говядины 25% до сих пор на рынке нет. И наши бои при вступлении в Всемирную торговую организацию, они касались вот, собственно говоря, вот этого сектора мяса, по которому мы до сих пор не состоят. Кстати, получается, это напрямую соотносится, да, наше членство ВТО и эти санкции. Пока мы не в состоянии насытить внутренний рынок. У нас дефицит по говядине 25%, по свиней 16% и по птице всего 12%. Но птицеводство наше очень хорошо развивалось, мощные комплексы были созданы и птицеводство на самом деле мы абсолютно в состоянии удовлетворить. И это все отражено в соглашениях по Всемирной торговой организации, поскольку там четко записано, что мы записываем квоты и сверх этих квот очень высокие пошлины. То есть мы на самом деле мы относительно защитили наш рынок. Хотя по свинине у нас очень много вопросов, поскольку как только мы рынок открыли, то сразу выяснилось, что наша свинина чуть не в два раза дороже. И, конечно, я общаюсь с руководителями наших сельскохозяйственных администраций Ростовской области один или два раза в год на их курсах повышения квалификации слышу массу оправданий. У нас и пшеница дорогая, у нас и условия очень сложные, электроэнергия у нас дорогая, но мы должны с вами понимать, что рынок продовольствия это самый чувствительный рынок в мире. И это самые большие бои во всемирной торговой организации, поскольку это сектор, который занимает огромное количество людей, его социальная значимость велика, и продовольственная безопасность любой страны стоит абсолютно на первом месте. То есть мы об этом должны помнить, и каждая страна, ну, может быть, вот военная безопасность и продовольственная сразу же на втором, потому что военная безопасность границы, а продовольствие это тоже безопасность населения. Качество продуктов, это объемы, которые необходимы для рынка. То есть здесь очень много проблем, но тем не менее по продовольствию и больше всего задач перед нами стоит как югом России. Блокаду наша страна уже переживала, да? В сороковые годы, поэтому очень-очень не хочется. Мы переживали до 90-х годов технологическую блокаду. Да, да. И вот запрет на производство, на поставки нам технологий двойного назначения, это туда и компьютеры входили. Вы знаете, мне пришлось достаточно долго работать с зарубежными экспертами, и вот они мне рассказали, что все эти запреты, особенно, ну, даже в настоящее время, это абсолютная фикция, поскольку даже в то тяжелое время, когда Америка очень отслеживала поставки своих технологий, фирмы Великобритании и других наших северных стран, они были успешными посредниками, которые также успешно на наш рынок по спецзаказам это поставляли. Ну и сейчас мы уже видим, что, например, в рамках таможенного союза, ведь не приняты соседями нашими партнерами по таможенному союзу такие же ограничения и запреты. У них всегда остается роль замечательного посредника. То есть та же Белоруссия, которая стоит прямо на пути и там замечательные бизнесмены, которые уже нам поставляют устриц, уже лимоны выращивают, бананы происхождения Белоруссии. Да, и креветки. Ну и креветки. Белорусские креветки это один из анекдотов современных, которые уходят, да? Да, да, да. Белорусские креветки. То есть мы сейчас будем наблюдать вот этот рост цен, обоснованный сменой логистических схем, но думаю, это будет и процент посредников, которые безусловно станут... Не без этого. Да, а при всем том, насколько я понимаю, все равно очень сложно коллегам-таможенникам отследить происхождение товара, поскольку очень большие проблемы, думаю, будет с идентификацией производства товаров. Откуда это? Наталья Николаевна, вот такой бытовой вопрос. Тоже многие мои знакомые потирают руки и говорят, ну, слава Богу, хоть эти санкции, так теперь детей не будем кока-колой травить и макдональдсом. Запретят или не запретят? Останется та радость единственная у многих вот сходить в бесплатный туалет в Макдональдсе, куда пускают запросто, да? Или там вот съесть вот этот вот бургер, без которого оказывается, ну, неделю не прожить. Надо обязательно в выходные пойти и съесть. Ну, это культура, безусловно, и если такая радость для семьи один раз, там, неделю или в месяц сходить в эти рестораны быстрого питания, то, мне кажется, тут вообще проблема воспитания в самой семье, то есть... Все начинается оттуда, конечно. Может быть, здоровое питание по-другому как-то может быть реализовано, но вопрос в том, что любые санкции, которые мы будем предъявлять к компаниям, которые уже 20, там, с лишним лет, 25 лет работают на нашем рынке, они должны быть обоснованы, поскольку это, к большому сожалению, иногда выглядит как просто сведение счета в сопротивление. Ну, вот закрыли же несколько, да, Макдональдсов в Москве. Нет, это не закрыли, это приостановили. Приостановили работу, честно говоря, да, потому что там кто-то отравился или что-то там, значит, произошло, а многие восприняли это, а, ну вот началось, я вот про это и говорю. Думаешь, это тоже решение как бы политических вопросов очень такими простыми методами запрета. Это никогда не работает. И, к большому сожалению, вот на сегодня мы думаем, я, например, считаю, что зарубежные компании, чьи здесь предприятия работают, могут подавать в ту же всемирную торговую организацию, но это даже может быть не компания, работающая здесь, а скорее вот запрет на поставки товаров. Мы ждем сейчас, что обе стороны будут готовить иски и как опытные игроки зарубежные, зарубежные страны, они как бы более изощренные санкции нам выставляют. Поэтому мы будем защищаться и обосновывать запрет на поставку, поскольку это прямые торговые войны, запрещенные правилами ВТО. То есть тут это только начало. Наталья Канановна, вот эта страшная фраза это только начало. Нет. Начало чего? Просто многие, действительно, многие экономисты, среди них такой известный, к нему можно относиться как угодно, да, наш господин Кудрин, вот, он вообще, они предрекают вообще крах экономический, и вот все, все Россия, вот, в связи с этими санкциями, в том числе и продовольственными, просто потерпит ужасную неудачу во всем. Люди это слушают, мотают на ус, что называется, да, отчасти я пригласил вас еще и потому, чтобы мы смогли разъяснить таким совершенно бытовым, обычным языком, чему нам ждать, к чему готовиться, и насколько это ужасно и страшно. То есть, да, мы уже сказали о том, что 40% да, того, что все у нас зарубежное, это все, так сказать, цифра... Нет, это по западным взяткам. Да, цифра взятая. По нашим, существенно, меньше. Ну, да, враги, враги ее нам навязали, да, эту цифру. Вот, действительно, страшно, не страшно, сможем, не сможем заменить это все. Что самое сложное. Да, да. Ну, если... У нас совсем немножко времени остается, Если по продовольствию, то, как бы, тут волноваться... Ну, раз уж мы выбрали этот уклон... Да, я считаю, что волноваться абсолютно не о чем. Пройдет какое-то время, может быть, зима будет с большим повышением сезонным цен, чем обычно. Затянется. Да, но если... Как бы, мы в таком регионе живем, где недостатка продовольствия нет и быть не может. То есть нам, в общем-то, волноваться не о чем. И я думаю, что даже поставки, которые идут через наш регион в Россию, а Юг России сюда завозит 10% всего продовольства и 30% овощей, и 20%... 30% фруктов и 20% овощей. То есть мы, как бы, большой перевалочный пункт. Что-то у нас обязательно осядет. Вот что реально сложно, это то, что касается финансовых санкций, поскольку у нас может быть некоторое повышение процентной ставки из-за того, что наши самые крупные банки сейчас находятся под санкциями. Зарубежным компаниям запрещено покупать их долговые обязательства и вообще работать с ними по кредитным линиям. По проектам уже начатым тоже очень большие сложности. Значит, что это означает? Это означает в условиях очень большого оттока капитала и замедления темпов нашего внутреннего роста неизбежное подорожание кредитных ресурсов. Это отразится, безусловно, на производителях, и это фактор, не содействующий развитию экономики. Безусловно. То есть это может быть достаточно существенным фактором замедления нашего роста. Но если даже для Германии эти санкции, которые мы ввели по их продовольствию, говорят, что они снизят ВВП там на 0,1, на 0,3 процента какие-то санкции, то для нас это также точно является мощным фактором торможения экономики. И именно вот эти санкции, которые касаются нефтегазового сектора, но думаю, что это пока еще может быть только объявлено. А вот что касается финансового сектора, это более реально. Наталья Николаевна, спасибо вам за этот разговор. Иногда, как мне кажется, нужно что-то затормозить, чтобы где-то в другом месте пошло быстрее. И может быть, вот эти санкции, которые объявлены сегодня, они помогут нам в развитии. Собственное производство и собственную продовольственную базу как-то наладить. И все будет, в общем-то, не так плохо. Я думаю, что первое, внимание сельскому хозяйству обеспечено. Это точно. Соответственно, финансовые ресурсы ему обеспечены. И значит, менеджеры наши имеют редкую возможность нарастить свое производство и занять те ниши, которые хоть временно освободились для наших товаров. Наталья Николаевна, спасибо вам. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим наш сегодняшний разговор. Мне он показался чрезвычайно полезным и интересным. Думаю, так же, как и нашим большинству наших телезрителей. Мы с вами еще, конечно, увидимся не один раз. Спасибо вам. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся в следующую субботу, как всегда, на телеканале Южный регион Дон в 18 часов 20 минут. Напомню, что это была программа «Между тем» и я ее ведущий Владимир Добрицкий. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин